Бесплатные вебинары для руководителей. Эксперты по построению бизнеса расскажут. Новые сценарии онлайн-продаж. Современные возможности интернет-маркетинга. Как продавать в соцсетях и мессенджерах. Как контролировать сотрудников на удаленке. И как организовать онлайн-офис. Делайте бизнес прибыльным для себя и надежным для своего клиента. Друзья, день добрый. Приветствую вас на вебинаре компании 1S Bittrex. Мы весь год фактически, ни один, ни первый, делаем вебинары, которые посвящены развитию бизнеса. Разному совершенно. Мы говорим с разных точек зрения про то, как можно развивать команду, бизнес, процессы внутри, как можно работать с продажами, с людьми, много-много всего. Сегодня у нас, наверное, завершающий в этом году вебинар. И мы поговорим про базы знаний. Вы видели анонс, когда регистрировались, смотрели. Мы будем говорить про то, как в компании появляется база знаний. Зачем она появляется. И посмотрим сегодня на классные примеры того, как это можно сделать. Посмотрим на очень-очень классный кейс. Мы сегодня с вами по регламенту давайте пробежимся. Меня зовут Михаил Беляев. Я руковожу офисом 1S Bittrex в Санкт-Петербурге. Мы сегодня с вами будем примерно полтора часа вместе, начиная от этого времени и дальше. И что мы с вами будем делать? Во-первых, будем говорить про базы знаний. Будем смотреть на кейсы. Но это не только режим, когда мы рассказываем вам с экрана, а вы просто слушаете и фиксируете себе что-то интересное. Мы можем с вами общаться. Делать это достаточно просто. Вы уже немножко освоились с чатом. У нас на платформе есть чат. В него можно адресовать вопросы, которые касаются темы сегодняшней. Совершенно любой. Если вы в чем-то испытываете вопрос, затруднение, вы пришли с каким-то вопросом, пожалуйста, бросайте его в чат. Мы будем подсматривать и отвечать. Каждый спикер будет выделять немного времени для того, чтобы на вопросы ответить. Либо по ходу, либо уже в конце своего выступления. У нас сегодня три спикера, три блока. Я про это чуть скажу еще. Значит, с чатом разобрались. Можно вопросы туда по теме, можно вопросы по Bittrex 24. В чате будут партнеры. Сейчас уже есть. Можно помахать им рукой. И коллеги посмотрят на ваши вопросы и квалифицированно ответят. Ребята прошли много-много времени, провели с базами знаний, с клиентами, с Bittrex 24. И совершенно понимают очень разные кейсы. Поэтому не стесняйтесь, вопросы можно им адресовать. Мы будем сменяться ведущими и спикерами. Я буду по очереди представлять, кто с нами сегодня будет и про что мы будем говорить. Партнеров вы видите. Коллеги написали, их компания Fusion, компания K-Solution. Был вопрос про запись. Мы делаем запись, она сконвертируется. Мы поделимся этой записью с вами. Чуть-чуть попозже, как только она сконвертируется, на ту самую почту, по которой вы регистрировались, придет ссылка. Ничего специально делать не нужно. Материалами сегодняшними мы поделимся. Что еще интересного? С вопросами разобрались, с подключениями. Если вдруг у вас что-то с подключением не ладится, зависло, оттормаживается что-то со звуком или с картинкой, самый простой способ перезагрузить, обновить страницу. Чаще всего это помогает и спасает. Если будут какие-то массовые истории, мы попробуем с ними что-нибудь сделать. Мы сегодня, вот сейчас важный момент, мы сегодня будем показывать вживую, то есть будем демонстрировать с экрана живые базы знаний. Ну или видеоролики, которые посвящены этому. Поэтому, друзья, если вы сейчас с мобильного телефона, иногда не отображается демонстрация. Если есть возможность переключиться на обычную десктоп-версию, вам будет проще, вы больше всего увидите. Надеемся, что все с этим будет хорошо. Итак, давайте это длинное предисловие мы закончим. Вроде бы все по регламентным моментам понятно, с вопросами ясно, с картинками ясно. Пора начинать. И давайте я представлю первого спикера. Это Татьяна Воеводская. Татьяна методолог и хранитель базы знаний в проекте, которому мы тоже очень теплые чувства испытываем. Проект называется «Счастье в деятельности». Коллеги рассказывают, помогают делать так, чтобы в работе, в ежедневной, рутинной работе, все сотрудники компании были счастливы, испытывали радость, нашли то самое место, которому они предназначены. Татьяна, выходите с нами в эфир. Да, привет, Михаил. Всем доброе утро. Мы пригласили Татьяну поделиться сакральным ценным знанием, как появилась вообще база знаний в проекте. Можно два слова «что за проект?» Я вот чуть-чуть сказал, но кажется, я по самым верхам пробежал. Что это за проект и почему там вообще появилась база знаний? Да, сейчас расскажу. Пару слов о себе. Я коуч-консультант проекта «Счастье в деятельности», о котором Михаил сказал. Это авторский проект Филиппа Бузенюка. Если кто знает Филиппа, откликнитесь в чате. Помашите нам рукой, какой-нибудь знак поставьте, чтобы вы понимаете. Да, супер. Артем знает. С Артемом мы как раз делали эту базу знаний, которую я покажу. Мы действительно помогаем людям и организациям быть счастливыми в их деятельности через контакт с собой, со своими смыслами, со своими сильными стратегиями, сильными сторонами. Вообще про лучшее понимание себя и того, как я могу быть счастливым. Почему, собственно, я занялась этим проектом? Я работаю уже 7 лет в «Счастье в деятельности», но до этого у меня был большой опыт работы, в том числе в IT-компаниях. И на каждом месте работы я как-то организовывала информацию. То есть мне прям хочется, чтобы информация была вся разложена по полочкам, чтобы люди имели доступ к последним версиям документов, а не где-то там их искали. Поэтому мне как-то это каждый раз важно. Я там, начиная с общих папок Exchange сервера, все время как-то что-то складывала куда-то и людям рассылала. Поэтому у Филипп очень много у него накоплено всяких ценных практик. Я потихонечку начала это собирать в базу знаний. Она у нас появилась сначала в виде PDF-файла. Это было 320 страниц текста и ссылочек на видео. Видео такие маленькие иконочки и ссылочек на видео. В общем, такая большая-большая база знаний. У нас есть несколько программ развития руководителей. И мы использовали этот файлик в виде базы знаний для того, чтобы людям тоже помогать осваивать практики. Счастье на практике в их рабочих деятельностях. Многие знают Филиппа. Очень приятно. Спасибо. Вот такая база знаний. Больше 300 страниц. Во-первых, это очень классно. Это такой опыт, аккумулированный в одном документе. Это здорово. А с другой стороны, насколько такой файл пугает человека, когда вы присылаете и говорите, смотрите, вот 300 страниц. Да, файл пугает. И люди, конечно, там теряются. Мы, конечно, им говорили, что идите на страницу 254 и посмотрите там вот эту вот статью. Но это как бы не очень удобно. Вот. Плюс мы еще получали такие жалобы от людей, что это несовременно, что мы давно уже все на телефонах, а он у вас на телефоне плохо работает. Ну, там, PDF на телефоне открыт. Ну, да, да. Такое удовольствие. В общем, мы созрели для того, чтобы поискать решение. Вот. Что еще нам было важно, чтобы, ну, решение помогает также ограничить доступ по времени. Да, если мы рассылаем кому-то файл, он там навсегда остается. И как бы, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, хотелось бы иметь возможность управлять этим процессом. Вот. И мы стали искать, смотреть решение. Ну, Bittrex нам пришел в голову, честно говоря, сразу же, потому что у нас отношения партнерские, давние с компанией. И мы, когда узнали, что такой модуль есть, мы его сразу же стали смотреть. Что нам понравилось, это, ну, во-первых, вот внешний вид, вот этот современный интерфейс. Нам было важно отразить наш корпоративный стиль там, и чтобы было так вкусно сделано, чтобы там картиночки можно было добавить, чтобы что-то там двигалось. Ну, вот такое, чтобы было современное ощущение, приятно было бы пользоваться, да, этой базой. Вот. Плюс с Bittrex, ну, многие имеют опыт работы уже, и клиенты, и наши консультанты. Где-то уже сталкивались, ну, такой более-менее знакомая платформа. Честно говоря, вот сложно людей переводить на какие-то новые решения, на IT-шные, да, но вы тоже прекрасно это знаете. Вот. Что еще было важно? Права доступа для разных групп. Там вот вопрос был в чате, я видела, да, то есть у нас есть продавцы, у нас есть участники программы, у нас есть консультанты, у нас есть администратор. Например, можно сделать так, чтобы консультанты могли пополнять базу знаний, пока мы это не делали, на всякий случай, чтобы они ничего не испортили. Ну, в принципе, это для развития возможно. То есть разные права доступа в разных категориях. Вот. Это вот почему выбрали Битрикс. Я покажу сейчас решение. Еще хотела сказать пару слов про методику, которую мы используем в работе, да. Двенадцать лет уже Филипп Гузенюк с командой, вот мы занимаемся этой темой. И там есть авторская модель источников энергии в работе, да, кто-то уже наверняка знаком. И там мы работаем вот с компаниями через три фактора влияния. Это сам человек, личность его, культурные и системные факторы. Факторы как бы счастья в деятельности, да, источники счастья в деятельности в организации. Вот. И там немаловажный такой источник среди системных источников – это вот удобная IT-инфраструктура, удобные автоматизированные процессы. То есть вот, чтобы, ну, людям не всегда нужна там, не только нужна им там зарплата хорошая и там хорошее отношение в коллективе, что тоже важно, но иногда важно облегчить им свою жизнь через хорошую автоматизацию, удобную такую среду для совместной работы. Я вот тут очень соглашусь. Мы сильно сдвинулись за последние сколько, ну, давайте 10 лет горизонт возьмем в IT-инструментах. И как пользователи очень привыкли к ним. И мы теперь даже банк выбираем по тому, насколько в мобильном приложении удобно. То есть если процентная ставка отличается там на один пункт, а сбережения, ну, не очень большие, то удобство перевешивает. Вот мобильное приложение, вот там все здорово, я иду сюда. Вот я абсолютно согласна. И если что-то там мешает, то уже готов поменять банк там, да, и перейти туда, в ту какую-то атмосферу, обстановку, да, где будет удобно. Все предусмотрено, все для людей, да. Я сейчас еще, интересно так, разговариваю с компаниями, проводила исследования по человекоориентированному лидерству. И там сейчас такой как тренд, ну, в банках в том числе, там, если была ориентация на внешних клиентов, то сейчас ориентация на внутренних клиентов. И вот те же самые наработки, которые там, клиентские пути там и так далее, входят во внутренние процессы, да, и вот это вот тоже как бы улучшает, ну, делать более удобно, более такой приятной работу. Вот, название модуля. Не совсем понимаю, что имеется в виду, но база знаний, да, в битрексе 24, у нас облачное решение. Ссылку сейчас покажу, как это работает. Давайте, может, посмотрим, действительно, да. Посмотрим. Сейчас, секундочку. Вообще, у нас уникальная с вами возможность, друзья, посмотреть на базу знаний. Я не сталкивался с большим объемом базы знаний. Может быть, мимо меня прошло, конечно, но это кажется, что это одна из самых крупных баз знаний, которые построены, по крайней мере, на нашей платформе из того, что мы видели. Михаил, да, спасибо. Видно сейчас моя комната? Да, да. Отлично. Но нам, собственно, некуда было деваться, потому что база знаний у нас уже была, и нам просто нужно было ее перенести, поэтому она получилась вот такая, как есть, и дальше мы уже ее обновляем тут. Вот, видите, это заставка, первая страничка. Здесь мы уже пишем название проекта, название программы. Но я о программе чуть попозже расскажу подробнее. Ну, суть в том, что это программа для руководителей, такое коучинговое сопровождение серьезных, значимых изменений, такого роста, развития руководителей. Вот, что у нас тут есть интересного. Здесь вот слева есть разделы. Мы написали введение, чтобы люди могли сориентироваться вообще, как работать с базой знаний. Вот, тут какие-то у нас лайфхаки небольшие. Вот, и дальше у нас есть три уровня вложенности. То есть вот это раз, там два и три. Немножко было непривычно, что навигация справа, а не слева. Ну, в принципе, когда пробуешь, то дальше уже удобно. Вот, первая часть. Вот так можно обратно свернуть. Это у нас, ну, там вот введение, что такое счастье. Здесь у нас как раз вот про модель много информации. Да, и вот здесь то, что я говорила, системные факторы. Здесь есть в частности вот инфраструктура и процессы. То есть эффективные бизнес-процессы, удобный формат работы, как фактор счастья в деятельности компании. А я пока обращу внимание коллег, которые сейчас смотрят вместе со мной на демонстрацию. Смотрите, как по-разному организованы внутри блоки. То есть мы как будто с вами смотрим сайт. Там сверстанный, и в разных блоках информация подбита и структурирована по-разному. Ну да, вот есть раздел, например, просто мысли про счастье, так, для загрузочки, да. Сейчас еще подальше покажу. Вот, например, у нас есть такой источник энергии в работе, как любовь. Любовь – это про отношения. Это может быть фактором стресса номер один на работе, а может быть фактором как раз и счастья и удовольствия номер один на работе. Поэтому мы, когда работаем с компаниями, очень много работаем с этим фактором. Ну и вот здесь тоже есть, да, вот мысли также оформлены. Тут человечек прямо у нас, вот Филипп тоже очень понравился, что не просто буллеты можно сделать, да, какие-то такие кастомизированные. Вот, дальше есть очень интересные возможности оформления видео. Это вот, например, здесь уже, ну, то есть Филипп уже говорит, и человек уже как бы начинает смотреть, даже еще не нажав кнопку. То есть такой вовлекающий очень формат. Вот, но они тут такие большие, потому что это основные видео. Вот, дальше у нас есть там практики, практики оформленные вот просто как текст. И здесь нету, но вот дальше есть просто видео, вставленное в текст. Вот так вот, тоже его можно запустить. Так, и есть еще другой способ оформления, например, видео. Можно сделать вот так. То есть тоже видно, да, анимацию? Да. Вот, в общем, тут развлекались как могли, хотелось сделать, ну, так вот, чтобы интересно было работать. И эффект тоже такой интересный возник, что люди, когда стали работать с базой, а не с файлом, они как-то больше, ну, дальше залезают. То есть они чуть-чуть одно посмотрели, и дальше начинают еще читать, смотреть, что-то искать. Вот, что еще важно показать, это поиск. Мы его вынесли в отдельную страничку, потому что стандартные, тут что-то мы не разобрались с стандартными возможностями, как-то неудобно. И здесь можно найти, ну, например, да, вот, про делегирование. И все, что про делегирование у нас тут найдется. Либо вот хорошее слово есть, конфликт. Да, и тоже про конфликт, все-все-все. Ну, даже не только конфликт, конфликты, конфликтов, да, все прекрасно ищется. Управление конфликтом. Вот, то есть вы понимаете по содержанию, что эта программа про мягкие навыки, эмоциональный интеллект, управление своей энергией, своим состоянием. Вот, такое вот развитие через это. Татьяна, получается, что теперь, ну, в PDF-файле понятно, все привыкли ориентируются, понимают, как это. Что теперь делает в этой базе знаний участник, студент? Вот тут, во-первых, Ирина Сомова передает привет, спрашивает материалам. Да, участник курса имеет доступ. Как вы выдаете это? Да, да, к материалам имеет доступ участник курса. У Ирины доступа нет, к сожалению. Но я потом в конце хотела предложить вам отправить всем участникам вебинара одну или две практики, которые люди выберут. Хорошо. Сценарии работы, значит, какие? Здесь есть участник, который получает сначала welcome письмо, со ссылочкой регистрируется, заходит, как-то тут ориентируется. Он может, если он сильно любопытный, он может там набрать все, что ему интересно, и найти сразу же почитать. Обычно мы в начале программы даем ссылочки на такие базовые там видео про источники энергии в работе, там про вертикальное развитие. Есть еще такая история, кто знает, да, мы опираемся на эту модель вертикального развития лидеров. Ну, такие вот базовые видео мы даем. Потом мы про... Ну, в программе есть несколько сессий, да, 6 сессий за 3 месяца в базовом варианте. Мы после каждой сессии, например, я думаю, так, человеку нужно будет изучить, как давать обратную связь, да, например. Вот, и я ему отправляю, вот, дифференцирующую обратную связь. Я беру, прям еще вот эту ссылочку беру, копирую и отправляю в WhatsApp. У нас базовый такой канал коммуникации WhatsApp. И у него есть набор ссылочек, там, может быть, с комментариями. В том порядке, как мне кажется, ему важно это было бы посмотреть. Ну, это, конечно, по желанию, но вот наши такие рекомендации. Вот, дальше он это смотрит и как-то мне сообщает о том, что ему там понравилось, какие у него были инсайты. Теоретически мы пробовали, что можно через задачи это делать, но пока мы не стали туда заходить. В принципе, удобно, там в задачах даже есть такой чек-лист. Можно сделать из задания, и человек будет отмечать для себя, что он сделал. То есть, вообще, использование задач, когда ты приходишь на курс, он тебя больше структурирует. Здесь, если ты просто посмотрел ссылочку, у тебя есть возможность. Хочешь, почитай, хочешь, не почитай. Задачи все-таки нужно выполнить, так как в голове у нас сидит. Ну, можно так пойти, но у нас, поскольку приходят руководители такие высокого уровня, мы, ну, и всегда в коучинге мы находимся в позиции взрослой-взрослой, мы не даем вот таких заданий сверху, что ты должен сделать это. Мы даем рекомендации, человек дальше сам ориентируется, это его ответственность, сделано или нет. Вот, у нас немножко тут другой подход. Так, я тогда закрываю демонстрацию. Секундочку, тут еще пару вопросов. Значит, первый сценарий. Мы даем человеку ссылки, он по этим ссылкам проходит и читает статьи, которые ему интересны. Если он там дальше что-нибудь подсмотрел, ну, может углубиться, доступ у него есть. Второй, мы, наверное, можем сказать ему, там, прочитать, как в учебнике, разделы, там, 3, 5, 7. И он может по структуре сориентироваться, что это. Или может пойти в поиск, как вы показывали. Да, да, он может и весь раздел. У нас был случай, когда клиентка одна застряла на карантине, поехала в отпуск, и ее там посадили на карантин на вентиле. Она изучила всю базу. Ну, такой тоже вариант бывает. Вот. Есть еще сценарий, используемый на телефоне. Тогда там ссылочки не работают, вот эти прямые на статьи. Но если открыть браузер, то они будут работать. Если в приложении, то просто говорю, там, посмотрите, вот такой-то раздел, там, на такой-то пункт. Есть бесплатное приложение. Я для тех, кто не с нами, не с Bittrex24, прокомментирую, что есть бесплатное приложение Bittrex24. Пользователь вводит логин и пароль к нужному проекту, и тогда он в телефоне тоже видит ту же самую базу знаний. Она сверстана у него по-другому, адаптивна, сразу уже есть. Можно и в браузере смотреть, и в телефоне. Было важным таким тоже моментом, по которому мы выбирали систему, чтобы было мобильное приложение. Коллеги спрашивают, нет ли сложностей с версткой текста. Как вы его наполняете, как вы редактируете, все удобно. Это не я лично делала. У нас есть администратор базы данных. Можно вопрос этот, может быть, адресовать Вере, которая делала. Я думаю, что это не очень было просто, но она справилась. Может быть, есть какие-то лайфхаки, она сможет поделиться. Мы тогда потом как-то эту информацию тоже расшарим. Хорошо. Там есть вопросы про поиск. Я думаю, что коллеги сейчас в чате подключатся, ответят про поиск. Спрашивают, можно ли сделать обратно PDF. Значит, вы уходили-выходили от PDF. Да, из этого не сделать PDF. У меня была, конечно, мысль, можно ли из PDF автоматом сделать базу. Или из VARDA хотя бы. Но такой тоже макрос никто нам не написал. Пришлось вручную все переносить. Поэтому лучше делать сразу здесь. Но пока мы поддерживаем и то, и другое. Потому что для некоторых случаев нам файл нужен для подготовки каких-то кастомизированных подборок, например, для корпоративных клиентов. У нас по умолчанию не конвертируется из базы знаний PDF, чтобы можно было нажать кнопку, и он тебе сделал PDF-файл. Нет такой истории. Можно поговорить с партнерами, если такой кейс есть. Но вот здесь против PDF, наверное, попробую даже не поспорить, а пару аргументов привести. Значит, PDF удобен как файл, который ты отправляешь. Но у него есть минусы с той стороны, что, во-первых, ты его отдал, и он с человеком надолго. Возможно, ты этого не хотел. Как Татьяна сказала вначале, что не всегда это тот самый кейс, который хочется сделать. А во-вторых, PDF необновляемый. То есть я себе положил и работаю с той самой версией, которую я скачал условно полгода назад. А база знаний обычно живая. И там все время что-то происходит. Происходит что-то новое, корректируется, модули добавляются. И это совершенно другой кейс использования. Поэтому, наверное, я бы подговаривал от PDF-файлов. Наверняка есть случаи, когда это необходимо. Но в большей части все-таки это работа с самой базой, живой базой выполнения. Да, еще такой плюс, что с базой можно работать с разным людям одновременно. И с файлом это гораздо сложнее сделать. И передавать легче. Один занимается, потом передал другому. Я могу закрыть доступ? Да, мы можем свернуть. И сейчас посмотрим на вопросы. Вопросы есть. Я сейчас попробую еще почитать. Насколько... Так, коллеги спрашивают, можно ли сделать эту базу знаний и дать доступ вообще всем. Как это работает у вас? И сейчас мы про всем поговорим. Это, я думаю, что лицензионная политика. Мы по именам добавляем пользователей. То есть у нас неоткрытый доступ. Ну, потому что у нас это часть платной программы. Если бы это нужно было всем, мы бы как-то обсудили, как это сделать. Да, вы тут прокомментируете. Мы добавляем по что нашла. Если говорить с точки зрения Bittrex24, то это пользователи Bittrex24. И мы предполагаем, что это либо компания, либо проект. То есть это не открытый источник, на котором можно посмотреть какую-то информацию. Это база знаний, которая принадлежит какой-то сущности. Мы говорим про компанию или проект. Поэтому, да, поименно мы добавляем пользователей. Если говорить про лимиты и ограничения, то на тарифе Bittrex24 облачном есть тариф PRO, который профессиональный. Который ограничений по пользователю не имеет. То есть можно добавить большое количество участников, которые будут смотреть работать. Если это та самая история. Но основной кейс, конечно, в том, что это такое закрытое достаточно сообщество и закрытые знания, которые принадлежат либо группе, либо проекту, либо компании. Да, в развитии мы хотели бы, чтобы все члены сообщества могли дополнять эту базу знаний. Но вот это следующий у нас этап. Уже другая версия у нас должна быть в Bittrex. Но вот пока так. Пока мы только на просмотр даем. Но, в принципе, мы хотим, чтобы люди вместе создавали, комментировали как-то эти статьи на будущее. Еще раз спрашивают про разные доступы по категориям разным людям. Это технический вопрос? Нет. Я думаю, что есть просто условно разные группы, например. Если это учебный проект, разные группы или разные пользователи внутри. То есть можно ли сделать разные базы знаний и дать доступы? Ну вот у нас пока сделано 4 группы. Есть одни, есть участники, кто проходит программу. Есть консультанты, которые дают задания и следят, что там происходит с участниками. И есть продавцы, которые заводят людей. То есть, в принципе, там можно настроить довольно гибко. Вот. Был вопрос про доступ к разным частям базы. Но вот это вот уже... Ну, точно можно как-то организовать, но как это технически будет? У нас будет во второй части, Артем будет рассказывать про разные кейсы использования. И вот тут я вижу вопросы и базу знаний, связанную с CRM. Поговорим про этот кейс. Как она может быть... Забегу вперед, да, может. Можно будет сделать. Спрашивают про файлы. Какие файлы можно загружать? Можно ли загрузить сразу целиком видео или документы? Документы загружаются, видео с ссылкой. То есть, на каком-то ресурсе размещается видео, и ссылкой размещается внутрь Bitrix24. Если хочется хранить архив видео внутри Bitrix24, так можно сделать. У нас есть раздел документы, раздел диска, который синхронизируется. Туда можно сложить видеофайлы, чтобы не адресовать их куда-то на внешний сервер или внешний сервис. Если есть задача, да, защитить эти видео, так-то обычно люди пользуются либо на YouTube, либо Vimeo, да, если посильнее защитить, чем на YouTube. В принципе, нам хватает. Так, есть вопросы про обратную связь. То есть, можно сделать форму обратной связи, в которой люди пишут и оставляют сообщения. Если хочется коммуникацию внутри компании, то это одна из основных частей Bitrix24. Тоже сегодня чуть-чуть расскажем про это. Да, конечно. Я хотела еще немножко рассказать про проекты и про то, что вы делаете тем, кому интересно. Если вы чувствуете, что у вас такой момент, что хочется поработать, хочется какого-то прорыва, лучше как-то понять себя, может быть, разобраться со своими сложностями. Или у вас свой бизнес и хочется увеличить доход, увеличить масштаб за счет работы с собой. Ну и в любом случае, если тема о счастье в деятельности источников энергии вам интересна, то подписывайтесь на наш Инстаграм. Там коллеги кинут ссылочку. И если вы напишите слово «Источники» в Директ Инстаграм, вам придет 30-минутное видео про такие базовые 7 источников энергии в работе, внутренняя такая мотивация, уровень человек, да, как, с какими источниками можно поработать вот прямо сейчас самому. Вот. Также в Директ любые вопросы по нашим всеми мероприятиям. У нас очень много интересного. Базово вот две есть программы. Личная траектория развития. Это вот люди, как раз, которые заходят в базу, да, они на три месяца к нам приходят в личное сопровождение коучинговое, да, и мы с ними работаем, проводим вот шесть сессий, и в чате мы все время в контакте с ними, да, то есть с человеком мы поддерживаем его в каком-то значимом переходе. Вот. То есть вот эта личная траектория развития. Перед тем, как взять человека в программу, мы с ними разговариваем. Я там, коллеги, мы проводим такое бесплатное интервью, где можно все обсудить спокойненько, там, подумать надо, там, не надо. Когда, может быть, не сейчас, а сейчас заходить. Вот. Это одна такая история. И вторая – это директор по счастью. Это сертификационная программа наша девятимесячная, тоже с использованием этой базы. Собственно, база отличает нашу программу от просто коучинга или многих других программ на рынке, потому что это очень практично. То есть ты после сессии выходишь не только с инсайтами, а с конкретными инструментами, которые ты завтра же можешь на работе применить. Вот. И директор по счастью, он такая у нас сейчас передовая тоже флагманская программа. Мы сдвигаем, прямо один человек, который на программе, может сдвинуть большую-большую там федеральную компанию потихонечку через пропитку, да, вот этими нашими подходами и практиками. Вот. Поэтому вопросы, если есть, про наши программы, тоже все с удовольствием, девочки, ответим в директе. Вот. И я хотела спросить, про что вам прислать практику. Вот у меня есть мысли про делегирование прислать видео, про конфликты, про обратную связь, как хвалить и как говорить о том, что не нравится, и как входить в поток в сложных таких рутинных делах. Вот. Что было бы интереснее. Напишите, пожалуйста, мы вам тогда пришлем поток, делегирование, конфликты. В общем, коллеги, поможете проанализировать, что там более популярно? Да, да. Мы посмотрим по результатам, какое количество, за что голосовали. Потому что есть все, кажется, что и делегирование, и конфликты, и поток, и все интересно. Посмотрим, за что больше, и тогда в пост-рассылку включим материалы, за которые вы еще голосовали. Да. Ну, у нас очень много и бесплатных видео, и бесплатных вебинаров проходит, поэтому присоединяйтесь к нашим каналам, и все, будете в курсе. Да, поток прям интересный. Да, хорошо. Такое. Ну, два, значит, пришлем. Видите, как, друзья, активность помогает. Если будет много голосов за все, и мы не сможем выбрать, то придется прислать два. Не будет такого, что мы ничего не пришлем. Можно, может, и три пришлем. Сейчас посмотрим. Да, хорошо, спасибо большое. Я вроде все сказала, если есть какие-то еще вопросы вот такие по нашему кейсу. Татьяна, спасибо большое. Там спрашивали, ну, условно, стоимость владения базы знаний. То есть есть администратор, и спрашивали, сколько стоит администратор. Но я не думаю, что это прям такая цифра, которая спасет нас. Конечно, да. Это, ну, по часам девочка считает, сколько-то там денег в час и пишет нам раз в месяц отчет. Да, это не сложное программирование. То есть это не человек, который со специальными навыками приходит администрировать базу знаний. У него небольшое обучение, чтобы он понимал, как поставить вправо-влево, сдвинуть блок и достать. Да, обучение он, кстати, да, Артем провел тогда, и все, дальше человек самостоятельно уже переносил. Хорошо, все, спасибо. Спасибо большое, Татьяна, да. Я тогда отключаюсь. Хорошо. С нашего дня. Пока в чате буду. Окей. В чат можно еще адресовать вопросы. Татьяна здесь, она на что-то ответит. А я тогда обещал, что спикер не один. У нас сегодня целых трое, двоих вы уже видели. А я хочу пригласить сюда человека, который помогал делать базу знаний. Артем Подлесной, компания Fusion. Артем, появляйся в эфире. И мы с Артемом поговорим вообще про то, что база знаний... Привет большое. Да, привет, Миша. Да, про что хочется поговорить. Вообще мы сейчас затронули такой один кейс базы знаний. Когда есть проект, есть учебный проект, есть такая группа, и нужно дать доступ к материалам, чтобы это было удобно, чтобы можно было там с мобильного телефона в удобной структуре посмотреть, как это работает. Но вообще базы знаний собираются по совершенно разным принципам. И совершенно разный запрос приходит. Поскольку вы компания, которая очень разные запросы с рынка видит, я бы попросил тебя сделать такой беглый обзор, зачем нужны базы знаний, в каких случаях это будет полезно. Окей, да. Слушай, на самом деле очень интересно, особенно если отталкиваться от того, что рассказывала Татьяна. Это, наверное, такой самый крутой с точки зрения объема кейс, который мы строили, потому что у нас действительно большое количество облачных клиентов, с которыми мы работаем. Вот как-то у них база знаний это более живо востребованный инструмент, как ни странно. И когда коллеги к нам пришли, они там сначала пришли и говорят, вот у нас есть такая концепция, мы хотим построить. Мы такие, ну окей, клево, вроде бы все стандартно. И говорят, мы сейчас вам пришлем вот кусочек демо-файла. Говорю, да, давайте, присылайте там. Присылают PDF, я думаю, говорю, ну, а может быть Word есть, говорю, там чуть проще вытянуть. И они такие, да, есть. И мне просто засылают документ на пару мегабайт, чтобы вы понимали, Word на пару мегабайт без картинок. Там реально очень много текста. То есть там первый блок был, что-то вот несколько глав, и там вот, ну вот у них три уровня. Я там когда подсчитывал, там у них порядка 145 разделов. Это очень огромное база знаний, на самом деле очень классный. Это суперогромная база знаний, да. И вот тут, на самом деле, как было первое переживание, когда мы ее строили, сейчас прежде чем перейдем к основной теме доклада, тут чуть-чуть вот такой закулисной интриги, о которой Татьяна чуть не рассказала, что мы как технори все эти штуки, мы просчитывали риски создания такой базы знаний, потому что у нас было некое беспокойство, потянет ли вообще движок базы знаний такой, ну потянет ли сервер, на котором крутится облако, потому что, ну, подобные аналоги, когда мы даже на коробке сначала строили, как некий пилот, ну там прям так даже сервер немножко такой, ну он прям, ух, хорошо было. Мы как бы переживали, что облако это может не съесть. И мы как бы, ну, когда подняли пилот, загрузили эту версию, она полностью там сработала, мы поэкспериментировали, там разные блоки там в конструкторе поиспользовали, вот. И, наверное, самое большое беспокойство было, потому что потом вот в такой скорости, как мы наполняли ее, ну, примерно месяц, она наполнялась следующие полгода, то есть вот она вот нас росла, она просто нереально огромная. Ну, то есть мы когда смотрели уже финальный итог, то есть чтобы ты понимал, даже для нас это было интригой, то есть что это в итоге получится, потому что, ну, мы сделали пилот, действительно провели обучение, вот это, кстати, вот к ответу на вопрос, кто-то рассказывал по поводу стоимости владения, я еще в конце об этом буду говорить, то есть, ну, мы просто провели обучение, оно заняло примерно часа два, мы человеку прямо на видео все-все-все-все-все показали, записали и отдали видеоматериалам, то есть человек в любой момент может вернуться, как к такой методичке. У него остался такой скринкаст, он посмотрел. Да, 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 я даже больше скажу, мы сделали специально тайм-коды, ну, то есть мы когда говорили, я потом передал там ассистенту, мы сделали тайм-коды, и человек знает в каком, там, в какое время, о каких блоках идет раскат, ну, вообще как бы максимально просто. Вот, и в итоге этой штуки вот на полгода коллегам хватило, чтобы вот такую красоту построить. Вот, да, это такая вот краткая вводная, я тогда сейчас перехожу к нашей презентации, и мы поговорим. Давай, я тебя оставлю, чтобы было удобнее смотреть коллегам. Я буду поблизости, но видео пока выключу. Да, окей. Да, давайте тогда, о чем сегодня хочется поговорить. У нас с вами, ну, как, несмотря на то, что полтора часа, но тема очень объемная, вот там, мы как бы очень много работаем с клиентами, то там вот сегодня есть пять основных повесток, о которых хочется поговорить. Вот, но ключевое будет сегодня это то, что мы поговорим про разные виды базы знаний. Почему? Потому что, ну, когда мы, в принципе, этот вебинар планировали, был запрос на то, чтобы, ну, знаете, как заглянуть немножко за кулисы, как оно у остальных. Вот, и, собственно, ну, я, естественно, пошел к нашим клиентам с абсолютно как бы таким нормальным вопросом, говорю, а можете там вот показать, как у вас, мы про вас расскажем. Но это как бы вызвало скорее такую немножко реакцию, все такие, ну, немножко, ну, нет, это вот наше, мы для себя строили, почему мы должны всем открывать. Ну, в принципе, с точки зрения бизнеса понятно. Вот, поэтому то, что я буду сегодня показывать, это, ну, естественно, это не клиентские базы знаний. То есть я брал прототипы их базы знаний, я брал концепции, я у них спрашивал про задачи. Вот. И, собственно, у нас сегодня будет там порядка семи примеров разных концепций базы знаний, которые строились. Потому что, несмотря на то, что инструмент, ну, выступает, в принципе, в роли конструктора, но, тем не менее, из него строят абсолютно разные очень крутые штуки. Вот. И мы о них будем с вами сегодня говорить. Вот. Предлагаю тогда перейти уже, прямо скажи так, немножечко к сути и поговорить про конкретику. То есть о чем сегодня будет беседа. Вот это вот список кейсов, которые я сейчас дальше буду показывать по одному. Там, где-то мы будем двигаться чуть быстрее, где-то чуть медленней. Если что, вы адресуете вопросы в чат. Я здесь просто, у меня много всего открыто. Там, если что, там, Миша будет выходить мне с этими вопросами, там, помогать адресовать их мне. Вот. Но, в частности, когда мы пошли по клиентам, мы обнаружили для себя ключевых вот таких вот, ну, как бы их восемь в списке, но, по факту, это, как бы, семь. То есть, это гос-компании, которые используют, в том числе, облачный битрикс24. Это компании-ретейлеры. Это компании, которые занимаются просто битуби-продажами, оказывают услуги. Это компании-производственные. И, собственно, базу знаний используют под абсолютно разные, как бы, задачи. И тут, наверное, основной посыл, там, вот, многие тоже писали, тем более, что есть какие-то аналоги решения на рынке. То я вот заранее, как бы, дам такой вот, ну, как спойлер того, там, почему мы будем говорить сегодня об этом. Потому что, ну, это действительно решение уже встроенное. Это раз. Два. Это конструктор. То есть, в принципе, не нужно держать человека, ну, с каким-то инженерным или, там, стеком программиста для того, чтобы такую базу знаний поддерживать. То есть, она реально, ну, достаточно просто обслуживается. Вот. Если у нас немножко останется времени, я даже, там, расшарю экран, там, покажу к вопросам, где были про доступы, про то, как создавать базу знаний, то есть, насколько это легко и быстро. Ну, в целом, это, ну, действительно, несложно. Ну, как бы, для меня, по крайней мере, для человека, работающего с этим много, но это не вызывает каких-то, там, спецвопросов, там, после создания, там, не знаю, второй, третьей базы знаний. Дальше уже все идет обычно на автоматизме. Окей, давайте перейдем теперь непосредственно к сути. Вот, например, база знаний для государственной компании. Откуда вообще выросли ноги этого кейса, для чего коллегам в госсекторе потенциально понадобилась база знаний, какие задачи они через нее решали? Ну, во-первых, это загрузка внутренних тестов. То есть, ну, вот, кто, возможно, сталкивался с госсектором или, ну, непосредственно работает и использует, ну, как бы, просто находится в такой компании, то многие знают о том, что многие госкомпании, они проходят регулярную внутреннюю аккредитацию, и к этому процессу нужно готовиться. Вот, собственно, у Битрикса есть много разных инструментов, которые позволяют подобную механику, там, ну, как-то, вот, планировать, отслеживать, контролировать, вот, но там немножечко сталкиваться вот с какими штуками. То есть, ну, во-первых, тесты нужно куда-то загружать, а не как, вот, правильно говорила, там, Татьяна и Миша, о том, что, ну, просто давать кому-то PDF-ку или Word, и потом это нужно забрать, то есть, какого-то централизованного управления к доступам. Ну, его нет. Вот это первая задача, которая решалась. Вторая – это непосредственно выдача доступа. Так как тесты бывают разные, сотрудники бывают из разных подразделений и находятся на разном уровне, то они проходят разную квалификацию. Поэтому там эта история, она еще более живая, потому что, ну, не надо сотруднику, как бы, ну, линейного персонала выдавать там тесты для топ-менеджмента. То есть, такая история, как бы, риски такие существуют, вот, хотелось от них тоже избавиться. Дальше, пункт 3 – это как раз ознакомление сотрудников со всеми нормативными документами, которые выходят там, приказы, распоряжения, может быть, какие-то регламенты новые. Вот, собственно, это тоже одна из задач, потому что, ну, важно было вот достичь как раз цели, которая описана вот в пункте 4, где избежать риска, что формат файла, который отдали сотруднику, ну, он по какой-то причине может не открыться или не открыться корректно. Ну, как бы, да, там есть PDF, которым по умолчанию вроде бы у всех есть, вот, но при этом кто-то там с компьютера, кто-то с телефона, кто-то, ну, не знаю, какие-то там еще и альтернативные, возможно, устройства, там, плюс в зависимости от платформы, от браузера, то есть, ну, риски достаточно, ну, много разных, то есть, всем, как бы, угодить здесь сложно. Поэтому одной из задач внедрения было как раз за счет внедрения такой базы знаний легкой, это было как раз вот такое внедрение быстрой базы знаний с наполнением максимально простыми блоками. Я сейчас попробую показать чуть подробнее о том, о чем рассказываю, у меня там есть небольшой фрагмент видео, вот, я сейчас его, соответственно, расшарю для того, чтобы вы могли с этим моментом ознакомиться. Вот, надеюсь, мой экран видно. Вот, собственно, здесь у нас вот как раз есть пример этой самой базы знаний для госсектора. Сразу скажу, по расположению видео на экране, как я говорил, это демка, слева вот большая часть – это веб-версия, справа – это версия на мобильном приложении одной и той же базы знаний. Вот, собственно, я сейчас запускаю, вот мы уже видим движение внутри. То есть, вот, как вы можете видеть, вот я из списка выбрал там и в мобильном устройстве, и в веб-версии одну и ту же базу знаний, вот, и мы, собственно, видим расположение на двух устройствах. То есть, опубликован одинаковый контент, вот, и мы видим, что происходит. То есть, я сейчас тогда вот эту историю там прерву. Возвращаемся обратно в презентацию. Вот, то есть, собственно, из видео можно было из вот этого короткого отрезка увидеть то, что мы опубликовали одинаковый объем материала, мы его опубликовали в таблицах, это был как раз обыкновенный тест, вот, и мы здесь абсолютно точно решали вот, как бы, вот эти задачи, которые были поставлены, где мы загружали туда определенные проверочные вопросы внутри курса, сотрудники могли с ними зайти, ознакомиться, там слева, если вы видели, есть отдельное меню с навигацией по разделам, то есть там, когда сотрудник проходит несколько блоков, в конце есть блок, где можно зайти и посмотреть правильные ответы. Это как раз нужно для того, чтобы перед очным тестированием, ну, проверить внутри себя знания. Это как, вот, там, не знаю, при сдаче прав или еще где-то, то есть вот такая вот заранее подготовка. В итоге кейс был полностью сработан, живет это в облачном Bitrix24. Собственно, все довольно счастливы и все прекрасно, все великолепно. Вот, я сейчас параллельно так немножко загляну в чатик. Я, наверное, возьму вот крайние вопросы с вашего разрешения. Если что, мы потом в конце сделаем еще отдельный блок ответов на вопросы, чтобы вы максимально могли тоже с этим работать. Так. Можно ли самим реализовать базу знаний? Конечно, почему нельзя. Я потом даже покажу, это очень легко и просто все создается. Можно ли проводить... А, тесты можно проводить непосредственно в базе знаний. Там возможен интерактив. Хороший вопрос. Нет, тесты пока проводить там нельзя. Я надеюсь, что, может быть, в скором будущем эта история появится. Но, скорее, здесь база знаний – это как хранилище контента, чем некая история обратная. Потому что, чтобы вы понимали, у тестирования там есть дополнительные механики, которые – это не совсем про базу знаний. Там нужно сделать развесовку по ответам, обязательные, необязательные, посчитать, ну, собственно, сумму, контролировать этапы прохождения, чтобы прогресс проводить. То есть, ну, тут много дополнительных механик, которые, к сожалению, чуть-чуть не про базу знаний. Так, будет ли база знаний добавлена как сущность в общем списке B24? Да, без проблем. Смотрите, тут есть как бы лайфхак. Во-первых, да, можно это через звездочку сделать. Во-вторых, в меню слева, в B2X24, там у вас есть такая фича, где вы можете просто добавить пункт меню и туда добавить произвольную ссылку. Вот как бы стартовая страница базы знаний в эту ссылку, и, пожалуйста, у вас в левом меню заход на базу знаний. Вот, пожалуйста. Так, окей, давайте двигаться дальше, да, чтобы мы успели, потому что у меня еще много материала, про все хочется рассказать. Так, двигаемся дальше. Во, следующий кейс, про который мы поговорим, это база знаний для образовательной платформы. Ну, тут уже как раз Татьяна начала рассказывать, потому что они, по сути, как бы, и вот отчасти есть такая образовательная платформа, бизнес-школа, вот, то есть там ребята с очень большим крутым видением. То есть как здесь решалась подобная задача? То есть какие вообще здесь, в принципе, были предпосылки для создания базы знаний? Да, я думаю, мы там дальше разберемся с вопросами. Какие здесь задачи преследовались? Это хранение контента из всех ваших образовательных программ. То есть если вы хотите там построить базу знаний для образовательной программы, то вы, соответственно, как бы вам важно, чтобы у вас был некий централизованный доступ к вашему контенту. Дальше это, соответственно, управление доступом к определенным программам, плюс возможность выдавать доступ на время. Вот, это тоже такая достаточно важная история, потому что человек, он может прийти на программу на месяц, там, на два, может быть, на полгода, ну, а так, если можно отдать файл, все, отдали навсегда. Не очень удобно. Дальше. Одна из предпосылок тоже заключается в том, что при создании именно базы знаний в Bitrix24 для подобного решения, это, в центре, все аналоги на рынке требуют докупку определенных дополнительных лицензий на количество, там, пользователей или учеников, которые вы планируете пригласить на платформу. Вот, собственно, эту задачу тоже хотелось решить внутри, потому что у Bitrix-а чуть другая политика лицензирования в этом вопросе, вот, и поэтому здесь эта задача закрывалась. Вот, ну и, соответственно, управление сообществом относительно программы курсов, просто потому что, как бы, обучение – это не только база знаний, то есть это некий интерактив, это ответы на вопросы, это какие-то задания, вот, и, собственно, там уже, как бы, здесь база знаний, она привлекает немножко другой функционал, там, например, группы проектов, вот, но при этом сотрудники, все равно, проходя курс, они, как бы, опираются на контент и на материалы, которые опубликованы в базе знаний. Вот. Пример того, как это выглядит, это то, что уже открывала и показывала Татьяна. Здесь я отдельный видеоматериал не записывал. Это как раз история про то, что вот слева у вас есть меню там с разделами, справа у вас есть меню с блоками, вы, соответственно, разный контент выводите, вы разные доступы настраиваете, сотрудников приглашаете в отдельные группы относительно программ, то есть и там, как бы, уже такая простраивается полноценная логика образовательной программы. А, как бы, в чем она заключается? В том, что у вас есть определенная, там, программа, которую вы продаете, вот, вы туда хотите приглашать, там, возможно, учеников, создавать некую комьюнити, чтобы они тусили вместе, вы им просто на портале создаете группу и проект, приглашаете их туда, выводите туда им конкретную базу знаний, настраиваете доступ конкретно этой группе сотрудников, и все, они у вас централизованно имеют доступ к этой группе. Когда сотрудник, соответственно, заканчивает обучение, он либо остается в группе, но ему просто закрывается доступ к базе знаний, он может там продолжать тусить вместе с коллегами из сообщества, вот, Вот, либо он, например, может продлить себе доступ или взять какой-то более расширенный доступ к каким-то дополнительным программам, тогда его добавят еще доступ там и немножечко к другому контенту. Вот, это вот такая вот история. Окей, да, давайте я сейчас тоже возьму паузу, попробовать ответить на один из вопросов, которые есть в чате, и будем тогда двигаться дальше. Можно ли пригласить учеников, не сотрудников, в базу знаний, чтобы реализовать выдачу доступа к купленному продукту? Да, это сделать можно, это будет делаться через механизм экстранет внешних пользователей. Вы, соответственно, можете создать внешнюю экстранет-группу, туда добавить экстранет-пользователей и просто туда вывести, соответственно, доступы к этим экстранет-пользователям. Когда у меня немножко впереди будет время, я сделаю как бы демонстрацию экрана, я покажу, как эти доступы настроить. Там доступы, в принципе, достаточно понятно разделяются, и там просто через группы пользователей, через группы сотрудников эта история, она управляется. Окей, можем двигаться дальше. Один вопрос захватили, а то мы со всеми, если не отвечать на вопрос, прям будет грустно. Вот, теперь давайте поговорим вот про какой кейс. Это кейс как раз где база знаний для отдела продаж, или точнее для тех, кто работает внутри CRM. То есть какие здесь задачи преследовались, вообще для чего база знаний нужна, ну не знаю, отделу продаж. Понятно, что это обычно такие люди, такие яркие, творческие, креативные, заряженные. Вот, и соответственно, ну там как бы обычно все стараются наоборот избегать этих скриптов, сейчас это как бы не модно. Вот, но тем не менее, как показывает практика, есть некая база, как бы да, скрипт его не обязательно читать там поголовно, но некая блок-схема, как двигаться по процессу там работы с клиентом, особенно когда это длинные пресейвы, и там сотрудник, он в телефонном режиме общается, или, например, это простой аккаунт, задача которого позвонить и задать определенный чек-лист вопросов, чтобы узнать там вот, ну, получить обратную связь по качеству работы там коллег, или по качеству работы там продуктов, услуг, вот, то тут действительно скрипты, они нужны, они помогают, они содействуют, вот, и тут как бы какую задачу мы решили здесь, когда мы сходили к коллегам, кто использует CRM, вот, и нашли там парочку, кто использует базу знаний, вот, мы спросили у них, как вообще прижилось, вот, собственно, о чем они нам рассказали, о чем мы здесь говорим, ну, во-первых, встройка базы знаний на разном уровне, то есть там у меня сейчас будет небольшой видеоряд, я покажу, где у нас там база знаний встроена в двух местах сразу, когда сотрудник работает, он двигается по CRM-системе, и ему, соответственно, важно там из любой точки, ну, желательно к этой базе иметь доступ, ну, чтобы не держать ее какой-то отдельной вкладкой, вот, дальше есть выбор между несколькими базами знаний, вот, это тоже важно, потому что, когда вам звонит клиент, вы не всегда в моменте уверены, что, ну, вот, он вам звонит, и вы уже знаете запрос, обычно только после того, как начался разговор, там, вы уже понимаете, там, о чем идет речь, там, новый запрос, это существующий запрос, или это вообще там какой-то другой отдел переключить нужно, или вопросов с какой-то нетиповой категории, и нужно хотя бы какую-то предквалификацию провести, там, вот этого самого, там, лидообращения, то вот здесь вот эта история тоже очень сильно помогает. Вот, дальше, важно для коллег тоже было бы, что информация была под рукой, ну, во-первых, как в веб-формате, так и из мобильного приложения, потому что, скажем так, сотрудник не всегда он на рабочем месте, может быть, физически, но важно, чтобы информация всегда была рядом с ним. И вот, собственно, наличие бесплатного мобильного приложения, Bitrix24, оно, как раз, вот эту задачу разрешает. Вот, дальше, там, в видеоряду я немножко покажу. Вот, и, собственно, что важно, поиск по базе знаний для поиска необходимого сценария. Здесь, как раз, история вот про то, что Татьяна, там, немножко показывала, когда, там, человек позвонил, и, например, у сотрудника, может быть, там, единовременно в одном блоке, ну, там, 15-20 разделов. Ну, там, что-то, может быть, про документы, что-то, может быть, там, не знаю, про коммерческое предложение, там, про какую-то скидку. Ну, и, например, там, просят, там, скидку кто-то. Вы такие, ну, как бы, там, у разных компаний разная политика, но, например, внутри компании есть регламент, там, при каких обстоятельствах эта скидка вообще может возникнуть, там, ну, что для этого должен сделать клиент. И, соответственно, сотрудник тогда, он, ну, должен иметь возможность, просто вбив слово «скидка», найти вот все категории, где упоминается вот это слово, для того, чтобы найти эти все условия и, соответственно, их дальше выполнить. Вот, сейчас я снова переключусь тогда для демонстрации экрана. Вот, и мы сейчас тогда посмотрим про CRM-раздел. Вот как раз у нас, я здесь немножечко на паузу поставлю для того, чтобы прокомментировать. Сразу говорю, вот здесь вот справа, ну, кто знает, кто работает, это стандартное приложение BITX24. Вот здесь вот слева это стандартная CRM-ка, раздел «Лиды», мы добавили пару тестовых записей. И вот где располагаю, то есть, если смотреть, вот у нас получается вот над белой зоной, ну, примерно вот посередине, вот такая первая кнопка относительно, вот место, где можно располагать базу знаний. То есть, это история, где вот сейчас вебинар прошел, вы можете просто зайти там, создать какую-то базу знаний простенькую, если вам это понадобится сделать быстро, потестировать. И вы вот сразу, прям вот нажав на вот эту кнопочку, вы можете добавить сюда базу знаний и уже оттестировать. То есть, как только вы ее добавите, она появится там у коллег внутри CRM-системы, и они смогут уже, то есть, эта кнопка, она вот постоянно под рукой, вот уже в веб-версии. Вот, соответственно, я по ней кликнул. Вот, например, один из примеров, один пример из примеров, да. Вот один из образцов, как используется, например, блок-схема для квалификации лида. То есть, человек, он просто общается по телефону и получает ответы на вопросы, он обнаруживает эту категорию и понимает дальше, куда ему вообще двигаться. Вот. Соответственно, слева у нас пример идет, где мы также, кроме как в общий список, так и непосредственно в карточку лида, тоже встроили базу знаний не конкретного лида, всех лидов. Вот, и, соответственно, здесь сотрудник, он может переключаться между категориями внутри базы знаний. И если он, например, там работает внутри квалификации лида, он что-то забыл, ему нужно что-то посмотреть, то он, соответственно, просто включает базу знаний, находит необходимый ему раздел на этапе проработки лида, смотрит, какие вопросы, возможно, он не дозадал или какие-то документы не дозапросил. Вот, и уже исходя из ответов, он дальше спокойно работает. То есть, это как бы история и в моменте, когда есть коммуникация с клиентом, и в моменте, когда коммуникация с клиентом уже там, ну, например, первичная закончилась, вот, и сотрудник, соответственно, планирует свои действия дальше. Вот. Возвращаемся обратно к презентации. Вот, таким образом, как бы, если кратко резюмировать вот эту историю, то база знаний для CRM, она полезна тем, что вы можете все свои внутренние регламенты перенести в базу знаний, вы можете эту, так, встройку в эту базу знаний сделать в нескольких местах. Это могут быть группы проекта, это может быть профиль сотрудника, это может быть CRM, там, CRM в списке, внутри карточки, причем внутри карточки сделок можно встроить одни базы знаний, ну, там, статьи из базы знаний другим, там, в лидах можно выстроить другие базы знаний. То есть, в зависимости от раздела, где человек находится, плюс, как я вот указал здесь, вот, например, в пункте 2, важно, чтобы базы знаний можно было переключать. То есть, если у человека там не одна база знаний, как вот на все-все-все вопросами, а, например, там, вот, это разные базы знаний, там, одна под коммуникацией, другая, там, под документы, третья, там, не знаю, там, под какие-то финансовые операции. То есть, вот тут сценариев может быть много разных. То есть, вот, как пример того, что я вам показал, это один из возможных, там, вот, вариантов, как эта история может жить и развиваться. Вот, внутри той, того BitX24, который у вас есть, той CRM-системы и той базы знаний, которая уже устроена, просто, вот, можно взять, начать и пользоваться, потестировать. Вот, я думаю, это тоже будет классный опыт. Окей, переходим к следующему сценарию. Коллеги, по темпу нормально? Я вот, как бы, там, пытаюсь вылавливать, там, быстрее, медленнее, но, вот, как бы, когда вживую не общаешься, там, сложновато уловить. Во, вижу, норм, палец, класс, палец вверх, темп плюс, все, спасибо. Да, я думаю, тогда можем продолжать, да, и по таймингу мы прям с вами идем прекрасно. Да, за вопросы спасибо, я там, в конце, когда сделаю паузу, мы с Мишей постараемся на максимум вот всех вопросов ответить. Окей, сценарий 4. Онбординг или welcome book? Вот это особо прикольная история. Скажу сразу, я видел очень крутые варианты того, как это было сделано на базе знаний, но вот, чтобы собрать такую базу знаний, которую вот именно для адаптации делали, там нужно, ну, вот, прям, ну, не знаю, наверное, несколько дней, и там коллеги очень тщательно подбирали материал и вот вымеряли верстку. То есть там реально было клево, именно эргономика сделана, потому что то, что я вам буду показывать, но я бы посмотрел, я бы попытался скопировать блоки, ну, хотя бы концепцию того, чтобы было понятно, ну, о чем вообще эта история живет. Откуда выросла история про онбординг? Ну, это, в принципе, не новая история для бизнеса абсолютно, это как, это абсолютно, наверное, не знаю, не сказать, что боль, но процесс любой компании, где приходят новые сотрудники, естественно, это есть везде, вот, и какие были предпосылки, когда создавалась база знаний вот для онбординга. Вот, соответственно, первое, это ценности и правила компании. Когда новый человек приходит в компанию, он, как правило, еще не понимает, какие правила, ну, можно так сказать, у этой стаи, как себя здесь правильно вести. Вот, и когда у человека есть такая информация под рукой, это немножечко делает спокойнее адаптацию, вот, и человек себя чувствует, он более комфортный, более спокойный, он видит, что вот ему дали, то есть, если я вот это вот возьму, я, по крайней мере, понимаю, какая здесь атмосфера, как здесь принято, вот, и это уже для человека хороший старт. Вот, дальше так раз ответы на типовые и нетиповые вопросы, потому что, когда новые люди приходят, компания, например, существует там уже там 10, 15, 20 лет, каждый новый сотрудник приходит и задает ровно одни и те же вопросы, которые были уже там 100-200 раз обсуждаемы, конечно, у HR-ов и сотрудников, которые работают давно уже, немножечко с этого дела там, ну, там, подгорает, им неприятно, им некомфортно, они такие, ну, почему бы вот, ну, давайте сведем и напишем, ну, действительно, почему не свести и не написать, так правильно и делают. То есть, при онбординге делают просто рубрику с самыми популярными, там, часто задаваемыми вопросами, там, и про внутренние движения, и про взаимодействие с клиентами, и про какие-то регулярные активности, про ценности, ну, то есть, вот эти все штуки их описывают, вот, и таким образом у человека есть централизованное место, где он может всегда это посмотреть, вот. Ну, и, соответственно, возможность ознакомиться с историей компании, куда она идет, потому что одно дело хорошо, когда можно обозначить, где компания сейчас, и как она развивалась, как бы откуда это все пришло, но также важно человеку понимать будущее компании, потому что, ну, давайте будем, ну, скажем так, честны, это не такой вопрос легкий, который вот ему можно задать, сказать, вот там, а там, не знаю, как ты себя видишь в будущем, а особенно задать вопрос компании, ну, как компания себя видит в будущем, то есть, это вопрос глобальный, стратегический, вот. И когда он описан вот в таких местах, сотрудник мало того, что он понимает, куда он пришел, где он сейчас, он понимает еще и куда он идет. Для многих это действительно очень важно. Вот, сейчас я переключусь на демонстрацию экрана для того, чтобы показать вам вот как раз короткое видео про работу вот в этом формате. Вот, у нас как раз уже она подготовлена. То есть, как я говорю сразу, я здесь копировал только основные блоки, я сейчас сразу прокомментирую историю, как это было сделано. То есть, это один из вариантов базы знаний, которые есть уже у коллег, он используется. У них здесь идет адаптация просто разбита по дням. То есть, они просто сотруднику открывают доступ, ну, скажем, к базе знаний по определенным категориям. Внутри каждой базы, точнее, внутри каждого дня у них присутствует обязательная задача, которую сотрудник должен выполнить, и написать итоги выполнения этой задачи. То есть, вот, например, вот у нас там идет, я сейчас запущу видео, вот у нас там справа мобильная версия, слева веб-версия. То есть, вот есть приветственное слово, это обязательный атрибут. Вот, то есть, сотрудник может зайти как из веб, так и из мобильной версии, прочесть, если он, например, удаленный, или ему еще не выдали, например, рабочий ноутбук, то есть, ему могут выдать доступ, он может начать с мобильного приложения. Вот, у него, соответственно, есть для каждого дня кусочек этого дела. Вот тут я сразу поставлю на паузу, чуть-чуть отведу назад, чтобы вы могли понять саму концепцию вот этой части. То есть, смотрите, как там организовано, как это можно организовать у себя. Вот здесь, например, отрисована карта офиса и схема вообще, кто где сидит. То есть, где сидит руководство, какое есть зонирование внутри компании, там есть зоны отдыха, там столовая. Ну, и в принципе, эта история, она как бы хороша тем, что сотрудник вообще понимает. То есть, я сижу здесь, ага, вот здесь сидит слева, там это кто-то там старший инженер, справа там вообще руководитель подразделения сидит, говорит, ага. И там, ну, и человек может стесняться элементарно подойти с кем-то, познакомиться. Когда вот есть такая карта офиса, он, например, может кликнуть на картинку, увеличить ее в размере. Здесь может быть несколько картинок, здесь может быть опять-таки переход в вашу внутреннюю систему. То есть, сценариев на самом деле очень много, куда можно перейти и как эту историю обыграть. Ну, вот я показал мне концептуальную историю, что, как правило, ну, не как правило, что некоторые компании размещают у себя внутри баз знаний при онбординге сотрудников. Вот, ну и, соответственно, вот там задача третьего дня. Вот, сотрудник уже рассказывает немножечко про то, там, как будет дальше проходить его дальнейшая адаптация, там, что его ждет, с какими задачами он столкнется, вот, и так далее. Вот, возвращаемся обратно к презентации. Вот, и если кратко резюмировать этот блок, наверное, не объять одним вебинаром отдельную историю про онбординг и про welcome book, потому что, ну, эта тема такая очень-очень широкая, мы ее решали там не только на облаке, но и на коробке. Это просто огромный, там, комплекс мероприятий, как организационных, так и технических, чтобы полноценно человек, он влился в команду и нормально там адаптировался. Вот, поэтому здесь база знаний вам будет хорошим помощником, как универсальный конструктор, вот, но здесь она будет универсальным помощником вам только если у вас уже сама концепция, она готова, она сформирована, и вы тогда можете вот поблочно, вот так пошагово человека вводить в должность. То есть, какой здесь есть еще плюс, очень важный, очень хороший, это как бы на любую редакцию, там, битрикс распространяется, вы можете ограничить человеку на старте доступ к другим модулям. То есть, человек заходит на портал, ну, вот, там, в базе обычно, ну, вот, все, у кого есть битрикс, там, вот, ну, кстати, кто использует битрикс, у себя в работе, там, поставьте, там, пару плюсиков, там, или какие-то, там, не знаю, вот, пальцы вверх, там, вот, тут хотя бы, там, не знаю, пару-тройку человек нужно, хотя, я думаю, тут большинство, а тут все наши. Вот, история о том, что человеку можно, ну, заходите в левое меню, там, простите, 20 плюс пунктов меню, человек заходит, фразу, бубу, что-то взорвалось, и на стартовой странице у него живая лента, и, как бы, и что делать, непонятно, и пока вот не придет, вот, добрый HR, который объяснит, вот, нажми сюда, и вот, вот, дальше вот сюда ходи, сюда не ходи, или человека ограничивать в группе, то человека можно просто погрузить, вот, прям, реальный кейс, человека погружают в группу, например, для конкретных сотрудников, для новичков, туда открывается доступ к этой базе знаний, у него автоматически, ну, кто использует, знаете, этот механизм, ставятся автозадачи при приходе в компанию, вот, и, опять-таки, либо из задачи он переходит в базу знаний, либо из базы знаний переходит в задачу, то есть, и там, и там ссылки можно опубликовать, то есть, это процесс полностью управляемый, вот, и таким образом сотруднику, как бы, на старте ограничивают информационную плоскость для того, чтобы у него не было информационного перегруза, чтобы он не потерялся. Владислав, да, запись будет, вот, прям, вот, вы вовремя задали вопрос, прям, вот, кстати, у меня была секунда на ответ. Вот, и таким образом сотруднику по чуть-чуть приоткрывает доступ к порталу, то есть, по мере того, как он, например, проходит задачи, видит, например, HR, что, там, вот, сотрудник прошел уже пятый день, то есть, например, на четвертом-пятом дне есть рассказ, или там, может быть, какая-то видеовизитка о том, что, вот, смотри, у нас на портале, вот, используются вот такие-то блоки, или, там, может быть, предварительный обзор происходит, в принципе, платформа, на которой работает, и там есть правила использования. И когда сотрудник задачу, например, написал, там, окей, я понял, ознакомился, проклацал все чек-листы, что он это посмотрел, там, может быть, потестировал, вот, и тогда сотруднику открывается уже доступ. То есть, вот это тоже очень клевый кейс. Не открывать сразу весь портал, а открыть только какие-то определенные блоки и открывать их по мере прохождения внутри онбординга. Вот, и таким вот образом происходит адаптация сотрудников или переквалификация и перевод текущих сотрудников на какие-то новые грейды, где нужно знать больше. Вот тут уже у нас и первый кейс немножко зацепляется, и вот этот. Тут быстрый вопрос, попробую на него ответить. Вопрос по интеграциям идет так. Что с внешними интеграциями? Веб-сервисы, коннекторы, интегрированные объекты, обновляемые файлы, что поддерживается? И можно ли прикрутить внешний поисковый движок? Так, давайте, наверное, отвечу так, чтобы... Я вижу, что у вас вопрос прямо с технической конкретикой. Смотрите, здесь из внешних сервисов прикрутить можно далеко не все. Есть внутренние ограничения, потому что конструктор работает только с определенными библиотеками. Вот, внутри там достаточно много разных механик, которые можно сделать. Можно ли затягивать данные в базу? Там сильно усечено. Я думаю, что мне проще будет вам после вебинара на эту историю ответить. Вот, и ответ про вторую часть. Можно ли использовать внешний поисковый движок? Пока нельзя, потому что база знаний индексируется только внутри себя. То есть даже нужны определенные манипуляции, чтобы база знаний начала индексироваться через внешний поиск по статьям базы знаний вот вверху в самом... в портале, но внутри каждой отдельной базы знаний свой собственный поисковой раздел, куда вы вписываете и находите, вот, как, например, Татьяна показывала в примере реализованного портала и реализованной базы знаний у них. То есть, как бы, поисковик, он живет как бы внутри каждой отдельной базы свой, то есть он не ищет как бы сквозняком между разными базами знаний. Это как бы, ну, не хорошо, не плохо, это просто как факт есть, там много очень технических нюансов, там, возможно, успеем сегодня о них тоже поговорить. Окей, двигаемся дальше. Вот мы сейчас поговорили про базу, как бы, как адаптироваться внутри, а теперь давайте перейдем вот к какому разделу. Он как бы может быть вытекающий даже оттуда, и не зря его поставил специально здесь. Это как раз управление знаниями внутри компании и управление обучениями. Когда мы искали этот кейс, с чем мы столкнулись? Ну, я пошел к коллегам, думаю, как у вас организовано вот обучение, например. Ну, многие начали говорить, ну, как бы, абсолютно хорошая история про то, что, да, мы, говорит, ну, на стандартном модуле обучения все организовали, и все. Я так посмотрел, что, ну, как бы, во-первых, там, это как бы были коробочные клиенты, облако, это там не так было ярко реализовано. Я говорю, а у вас вообще внутри как эта история? Они говорят, у нас, говорит, в неделю проходят там десятки обучений, это там компания в несколько тысяч сотрудников. Я говорю, окей, а как вы это вообще используете? Ну, они это реализовали там условно на функционале списка. Вот, и я потом говорю, окей, а вот такую штуку видели, там, вот база знаний есть. Ну, она, получается, как бы, этот разговор был там раньше, вот, и я там повторно пришел, у них спросил. Вот, и они ответили, что, ну, там, они уже, как бы, просто очень много загрузили в списки, там, переносить в базу знаний это было, вот, для них оказалось долго. Вот, но я им собрал, когда собирал прототип вот для нашего с вами сегодня вебинара, чтобы показать наглядно, что с этим можно делать, то им кейс понравился, они сейчас себе вот такую штуку будут внедрять. То есть, ну, о чем мы сейчас конкретнее будем говорить, какие задачи, ну, решаются для внутреннего обучения. Первое, это, естественно, реестр записей, который хранится внутри компании. Все, кто приходили на вебинар, вы видели в анонсе, было заявлено, там, вот, как оставить вот эту вот экспертизу сотрудников внутри компании. Вот это сейчас про этот кейс будет, это вот как раз здесь мы упоминаем, вот эту вот часть. То есть, все обучения, которые проходят, ну, которые проходили раньше, их важно и полезно иметь как-то структурировано, но все-таки в едином месте, чтобы этим можно было управлять, наполнять. И я там даже покажу разные сценарии хранения этих самых знаний, потому что, ну, формат разный, там, все по-разному. Вот, второе, это анонс мероприятий для возможности планирования участия. Как только HR или, там, сотрудник, соответственно, за обучение сталкивается с задачей обучения персонала, там, как бы, вот, есть две части. Первое, где учить, второе, как приглашать, как управлять. Вот, собственно, из базы знаний, там, мы делали просто ссылку на календарь компании, где есть список этих всех мероприятий, и, скажем так, с обратной ссылкой на вот эту вот самую базу знаний с записью, которую потом можно посмотреть. И сотрудники оттуда записывались, и здесь потом ждали анонс события. Ну, как бы, то есть здесь действительно важна история и роль администратора, который постоянно модерирует и поддерживает контент, чтобы сотрудники видели актуальную историю внутри базы знаний. Дальше. Всегда можно быстро по названию найти интересующую тему. Это как раз, когда база знаний, ладно, она, там, в 10, в 20, ну, в 100 записей, но когда компания живет несколько десятков лет и, простите, там, этих обучений уже, там, перевалило за полтысячи, ну, нужна нормальная, удобная система навигации. То есть вот здесь вот возможность поиска, которая достаточно шустро работает внутри своей базы знаний, она прям спасает. То есть человек заходит, и он хочет посмотреть какое-то конкретное решение, ну, какую-то конкретную тему. Может быть, ему сейчас нужно действительно, там, эмоциональный интеллект, или, не знаю, управление командой, может быть, документы оборот. Ну, разные темы бывают. И это, кстати, вот к вопросу, который чуть-чуть выше задавался, про теги и про фиксацию. На самом деле, просто если вы в статьях в конце будете указывать, там, несколько вот таких ключевых слов-тегов, ну, вы просто заведете некий единый справочник, то вы по этому тегу потом сможете находить все эти статьи и без проблем. Тут, наверное, скорее история, опять-таки, к модератору, который наполняет у вас эту самую базу знаний. Вот. И, соответственно, четвертое – это как раз знание всех сотрудников и экспертов остается внутри компании. Потому что, ну, ротация кадров – это, ну, мы сейчас не будем про это говорить. Это тоже нормальная история, кто-то приходит, кто-то уходит, там, причины бывают разные, объективные, необъективные. Вот. Но я уверен, что вот там, вот можете немножечко там плюсануть в чатик, если для вас это тоже болезненный кейс, потому что там я, как руководитель отдела, тоже с этим сталкиваюсь, потому что, ну, невозможно там повлиять на все-все-все обстоятельства жизни. Когда приходит сотрудник, мы проводим там, не знаю, с ним 3-4 месяца, полгода-год, все классно, все супер. И потом раз по какой-то причине, там, не знаю, допустим, переехал. Возьмем самое простое – переехал. И все. Человек, условно, умел там прекрасно коммуницировать с клиентами, шикарно презентовать, не знаю, там, показывал кейсы, там, проектов. Ну, просто там клиенты его обожали, говорили, вот, там, оставьте, мы хотим вот только с ним работать. И вот он уехал. Как бы приходят новые сотрудники. И вообще год всех обучений, всех консолидированных там им материалов, знаний там и по клиентам, и по методикам, по экспертизе, оно собралось и уехало вместе с ним. Да, он оставил себе материалы в СРМ, но вот это самое ценное, вот эта экспертиза, вот этот сам человек, вот этот вот дух, это сохранить очень сложно. И как бы понятно, что база знаний, она не закроет все эти вопросы. Но хотя бы можно взять краткие выжимки, попросить этого человека провести обучение и опубликовать в общий доступ. Тогда это помогает как прошлым поколениям, так и всем будущим поколениям, для того, чтобы они могли приходить, и можно было прямо, вот, как говорят, в программу адаптации включать просмотр вот этого вот материала. И они могли вот эти вот выжимки, вот эти вот, не знаю, инсайты, такой интенсив, чтобы они могли вот это самое ценное впитывать, и чтобы это оставалось внутри компании, чтобы компания продолжала расти, развиваться там вот и выполнять свою миссию. Вот, сейчас я переключусь тоже на экран для демонстрации того, как может выглядеть внутренняя база знаний для обучения, какие сценарии там можно будет порешать. Сейчас я переключусь, мне буквально минутка нужна. Да, вот, внутреннее обучение. Вот, соответственно, мы переходим в раздел обучения внутри. Я здесь буду приостанавливаться, комментировать. Первое, что коллеги любят размещать внутри. Когда штатно присутствуют сотрудники, отвечающие за обучение, очень хорошая история, публиковать их вот как бы на такую, на доску, на старте, чтобы сотрудники внутри понимали, что вот это внутри человек отвечает, что он куратор или лидер мнений, или человек, отвечающий за обучение. Вот, и их обычно публикуют на стартовой странице. Вот, дальше. Разбивка по структуре того, как база знаний внутри существует с обучениями. Конкретно у коллег, с которыми мы работали, эта история разбивается на месяцы. То есть там, видимо, это связано с какой-то системой KPI, возможно, внутри или просто для удобства навигации. То есть коллеги разбивают здесь по месяцам. То есть вот, например, здесь это база знаний, там, но это будет не только вебинар. То есть это, в принципе, события 21-го года. Вот, и таким образом вы можете делать три уровня вложенности, что это может быть, например, декабрь. И уже внутри каждого раздела могут быть у вас там как живые встречи, так и просто вебинары. Ну, то есть вот тут эта разбивка будет, там, я ее дальше покажу. То есть, и вот здесь вот вариант, как это выглядит и меню, и стартовая страница в мобильном приложении, как это выглядит в веб-версии. Вот тут я сейчас тоже поставлю на паузу. На что обратите внимание. Здесь события разбиты как бы на две категории. Первое событие, которые курсы уже, которые прошли и доступны для обучения, и ожидаемые события. То есть здесь у них контент-менеджер, он эту базу знаний ведет. И он в том числе делает некий анонс примерно, ну, на тот горизонт времени, насколько ему известно. То есть на месяц, может быть, на полтора, на два, ну, если на полгода, это, конечно, совсем круто, ну, хотя бы в горизонте месяц. То есть вот, например, в декабре у них условно вот такие могут быть активности, там, обучение по упаковке подарков, это там актуально, как никогда. И там вот ожидание будет, там, 31-го, 12-го, там будет условно прямой эфир на ютубе, как генеральный директор будет поздравлять компанию. Вот, то есть это как бы реализовано внутри базы знаний. Вот, это как раз лайфхак, который мне коллеги подсказали, что можно не только просто сухой список сделать, но как бы анонс событий. Тогда сотрудникам будет что-то интереснее. Вот здесь я сейчас сделаю небольшую паузу. Вот можно было увидеть, что у меня веб-версия пошла немножечко там быстрее. Ну, там чуть быстрее страницы просто грузятся. Вот, я сейчас чуть-чуть отведу назад, чтобы у вас картинка сложилась. Вот, смотрите, я навел курсором веб-версии на кнопку перейти, ну, конкретно к этому обучению. И здесь два сценария, как коллеги хранят знания у себя. То есть первый вариант – это где сотрудникам бывает удобно, например, посмотреть обучение, ну, если оно было в Zoom. Ну, человек посмотрел обучение в Zoom, можно перейти либо на сайт в Zoom, когда эти записи хранятся онлайн в облаке, ну, и прямо посмотреть там с устройства или там, не знаю, как-то перейти. Для некоторых коллег бывает история, когда вот здесь уже появляется оффлайн-составляющая, когда обучение – это, ну, обычно не 15 минут, это там полчаса-час. Вот, и таким образом хотелось бы иногда файл получать себе обратно, ну, чтобы можно было, например, в самолете включить там наушники и посмотреть это самое обучение. И вот при нажатии на кнопку что происходит? Я заранее опубликовал это обучение на диске внутри компании и сделал публичную ссылку. Вот, если вы видите, ну, кто работает с Bittrex, вы видите, что это вот он, родной наш экран, где есть файл, где его можно скачать. Вот, если нужно там поделиться с кем-то из коллег, вот, ну, как бы это внутренняя история, опять-таки. Если у вас там чуть-чуть закрыта эта история, ну, используйте внутреннюю ссылку, то есть, ну, абсолютно не проблема. Вот, и таким образом вы можете просто скачать файл. Это работает как в веб-версии, вот так вы сейчас можете обратить внимание справа, так и в мобильной версии. То есть, вот, в мобильной версии я тоже нажал на эту файлшу и меня перебросило в файл для того, чтобы я мог его, собственно, там, скачать и поработать с ним. Вот, вторая кнопка, сейчас она появилась и там, и там. Я прокомментирую, что там было. Это как раз я нажал на кнопку и меня перебросило вот как бы на страницу там Zoom, где хранятся записи. Вот, то есть, тут как бы ничего такого сверхъестественного там, ну, не случилось. Я появился, чтобы сказать, как в Матрице. Время всегда играет против нас. Я понял, Миша. У нас остался совсем небольшой блок, сколько там, минут, наверное, 17, 18, 17 уже. И нам нужно успеть. Давай, я знаю, что у тебя есть несколько ключевых снарядов. Я могу за три минуты дожать. Все, спасибо, Миша, ты очень вовремя появился, да, потому что материала много. Кратко резюмирую эту часть. То есть, вы размещаете разные материалы, как ожидаемые, так и текущие. Можно скачивать, можно работать с онлайн ссылками и просто в целом видеть набор мероприятий. Вся экспертиза остается у вас. Идем дальше. Ускоряемся просто x10. Два кейса будет здесь. Это первая, база знаний как библиотека. Почему? Потому что, ну, как бы исходя из онбординга, все остальные кейсы как бы будут производными. То есть, первое, это внутренняя библиотека. Я тогда не буду остановиться здесь на видео. Мы после вебинара пришлем вам все материалы. Вы сможете отдельно посмотреть все исходники. Вот. То есть, здесь история, как вот сверстать можно так же, например, как, не знаю, в том же Литресе. Вы можете скачивать онлайн книги. Просто заходить, если корпоративный аккаунт. Сейчас к Новому году многие дарят купоны на Литрес. Вот. И там, собственно, это может быть актуально. Вы сверстали внутри. Список рекомендованной литературы. Сотрудники заходят, скачивают. Либо переходят на онлайн читалку. Удобно, быстро. И опять-таки, работа как с файлами внутри. Здесь сноска. Не промышляйте пиратством. Книги надо покупать. Не скачивайте и не публикуйте их внутри без покупки. Это нехорошо. Вот. Дальше. И вот эта вот штука. Вот эта штука крутая. Вот ее я покажу, потому что она занимает вот там ровно минуту. Вот. Потому что это, на самом деле, финальное видео, которое было. Если кратко, это как раз онлайн кинотеатр. Это когда чисто упор на видеоконтент, либо на какую-то развлекательную составляющую. То есть с сотрудниками важно говорить, как-то взаимодействовать. Вот. И здесь я сейчас тогда эту историю быстро покажу, как она устроена. Так. Так. Ага, вот видеотека. Вот. Собственно, здесь как бы такой, типа, концертный. Конференция корпоративного Netflix тоже с анонсом событий. Вот. То есть вот, например, там недавно вышло два фильма. Вот. Как можно с такими интерфейсами взаимодействовать? Вот слева веб-версия, справа мобильная версия. То есть картинки кликабельные. То есть на них можно перейти, посмотреть в развернутом виде. А вот если сейчас вот кликнуть в веб-версии, вы увидите, что вот она разворачивается красиво. Это все обслуживается механизмами конструктора. Вот. И, соответственно, и внутри можно, например, пока фильмы не вышли, просто анонс фильмов, можно добавить трейлеры. Вот у меня, в частности, здесь там трейлер. Я запустил его в веб-версии, запустил в мобильной версии. Вот. И одновременно у меня вот, то есть вот это все происходит внутри конструктора. То есть конструктор помогает делать небольшие там вьюшки. И вы можете одновременно смотреть там. И опять-таки, все, кто находится в YouTube, я обычно долго там что-то не смотрю. Я посмотрел, переключил, пошел дальше. То есть, как вы видите, здесь конструктор тоже достаточно живо реагирует на все вот эти вот запросы. Вот. Вот. И подходя к финалу. Подходя к финалу, то есть, опять-таки, тут сноска тоже есть. Не нужно промышлять террасу, но, собственно, вы все понимаете. То есть тут все в рамках закона, потому что тут рубрика «Полезные советы». Вот. Ну и, собственно, вот так, например, можно опубликовать список рекомендованных фильмов. Типа, ну, под Новый год клевая штука. Топ-стоп отборки там фильмов про Новый год, про Рождество. Тоже можно опубликовать списком. Там вот. Татьяна тоже показывала пример, как у них это может быть выглядеть. И восьмой завершающий слайд – это вот все семь, которые вы увидели для внутренних сотрудников. Их можно адресовать на экстранет. И если… Ну, тут, собственно, пример, да, это вот. Смотрите, все предыдущие слайды – это как раз вот про экстранет. Вот. И в завершении. То есть какие основные штуки мы приобретаем, внедряя базу знаний на BITX24? Первое – это управление доступом к базам и к отдельным статьям. Эта история есть. Работа в веб-версии в мобильном приложении. Сотрудники как внутренние, так и внешние. Наполнение обслуживания. Это не тяжело и не требует какого-то инженерного суперсклада ума. То есть это реальная история, доступная для любого. Для любой компании, для любого бизнеса. Вот. Хранение информации внутри. И вот этот вот самый главный ответ – стоимость владения именно ПО. не требует отдельной покупки и отдельной какой-то оплаты тарифов. Это уже включено в стоимость вашего BITX24. Поэтому используйте коммерческие тарифы и будет вам счастье. Все. Уложились. Скажи два слова, что такое экстранет. Ты так пробежался. Не все. Да, 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 да. У нас здесь, да, не все внутри. Экстранет – это как бы такая группа внешних пользователей, сотрудников, которых приглашают. У них есть некий ограниченный доступ внутри портала. Но им как бы можно вот управлять. То есть есть некая как бы прям группа. Ее заранее настраивает с точки зрения инструментов. Туда приглашают людей. Это бывают контрагенты, бывают клиенты. Ну, кто угодно на самом деле. И вы туда выводите строго отведенный объем информации, который вы заранее запланировали. Эта история не требует от вас отдельной покупки лицензий. То есть это функция, включенная вендором. И она как бы там вот она не лимитируется. То есть ограниченный доступ, но для безграничного количества сотрудников. Вот так. Окей. Еще один большой вопрос, который регулярно поднимается в чате. Да, да. В основном, я так понимаю, что от HR-департамента, HR-специалистов, база знаний не в вакууме очень часто, особенно в крупных компаниях. Из нее потом есть какие-то выходы. Скорее всего, в HR-блог, но вот здесь нужно прояснить. Человек почитал, посмотрел материалы. И с ним что-то потом нужно сделать. Взять у него тест, пробу знаний. Пройти тест. Может быть, выдать ему план индивидуального развития. Открыть ему другие материалы. Скорее всего, это не здесь. Как это решается, если вот в двух словах буквально? Да, если в двух словах. Первый сценарий, как это решается. Это решается через форму обратной связи, о которой ты упоминал. Просто ставится в конце статьи форма. И как бы, знаете, такой триггер. Если ты дочитал до сюда, напиши, пожалуйста, вот это, вот это. И человек заполняет форму. Она, соответственно, настраивается. HR ее получает, он с ней работает. Он дальше, исходя из этого триггера, планирует действия. Вариант номер два. Задачи. Шаблоны с задачами и с подзадачами. То есть сразу можно человеку при прохождении определенного цикла, когда он заполнил форму, либо там ссылку он кликнул. И вот, соответственно, он, может быть, по ссылке не найдет эту задачу. Но вот когда он в базу знаний попал, там хранится эта ссылка как некий секрет. Он в нее кликнул, он попадает, что ему нужно сделать. Все, он внутри. Он дальше уже понимает, что ему дальше делать. И HR понимает, что он приступил к выполнению задачи. То есть он прочитал статью, взаимодействие продолжается. А там уже планировать адаптацию. Вот я думаю, если в двух словах, то вот так. Да, прокомментирую здесь, что база знаний, про которую мы сейчас рассказывали, это не LMS-система полноценная, в которой можно выстроить обучение, развитие сотрудника, проверять у него знания промежуточные или итоговые. Можно в коробочных версиях построить. Я знаю, что есть и приложения, и кейсы, когда создают LMS-систему коллегии для мобильных девайсов и для декстопной версии, это немножко не про базу знаний в текущем режиме. Сейчас мы, конечно, хотели показать, как накапливаются знания и делятся, вот расшариваются знания внутри компаний по разным блокам. По CRM, по рабочим группам, по рабочим проектам, по подразделениям. Это вот такой удобный инструмент для того, чтобы сделать это быстро, самостоятельно. Ну и, наверное, без особенного длинного плана, как составляют HR-департаменты внутри для каждого. Если есть в ту сторону мысли или задачи прямо, можно поговорить с коллегами детально, и коллеги потом расскажут. Вообще, вижу в чате, что есть вопросов много, и в частности, ребята спрашивают, огорчаются, что мы сейчас не показали инструментарно, как создается база знаний, что не открыли интерфейс и не покликали по кнопкам. Друзья, сейчас, к сожалению, немножко в другую сторону разворачиваемся. Хотели начать с кейсов, то есть как это можно использоваться. Как это может использоваться? Значит, для того, чтобы непосредственно руками, мышкой покликать, предлагаю сделать следующее. Мы после этого вебинара коллеги придут к вам, вы регистрируются, у вас есть почта, с вопросом, насколько вебинар был релевантен, насколько кейсы, которые мы сейчас показывали, зашли, первое. И второе, нужно ли еще что-нибудь дообъяснить. И вот на этот вопрос совершенно легко запомните, что я хочу сделать вот такую-то задачу, у меня условно не получается. Коллеги здесь смогут помочь, и это такой точечный вопрос. То есть мы сможем не один кейс разобрать на всех, у всех немножко разные задачи, а сделать это персонально. Так, кажется, что мы, ну не то чтобы большую часть вопросов закрыли, но все-таки рассказывали про сами кейсы, как использовать, про то, как это работает внутри BITREX 24, на ключевые вопросы по ограничениям ответили. Артем, спасибо огромное. Мы презентацией поделимся, потому что, мне кажется, очень классно ты структурировал по задачам, когда нужна база знаний и в каком формате она может быть. Видео мы не поделимся, матрицу в кинотеатры и так далее. Спасибо тебе большое. У меня осталась совсем маленькая часть, и буквально там 8 минут я хотел сказать, друзья, что если вы вдруг не знакомы с BITREX 24, то вообще это инструмент, который, ну, не про базу знаний целенаправленно, то есть это не инструмент хранения информации, а это комплексный инструмент, то есть набор инструментов, 5 блоков нарисовано у нас, которые позволяют организовать полностью работу внутри всей компании, то есть такой виртуальный офис для компании, организовать работу по задачам, организовать CRM, работу с клиентами своими, учет этих клиентов, принимать их из любых каналов, за это контакт-центр отвечает, и создавать сайты, магазины внутри BITREX 24. Я буквально там за 3 минутки пробегусь по нескольким слайдам, у меня их достаточно много, но я очень обзорно расскажу, что это такое. Внутри BITREX 24 есть структура компании, и как раз здесь права доступа раздаются. Если вы в удаленном формате сотрудник, вы можете быстро зайти, посмотреть, как компания выглядит по структуре, где находитесь вы, где находятся ваши коллеги. У каждого сотрудника есть профиль, в нем много-много интересных вещей, сейчас детально останавливаться не буду. Внутри инструмента есть единый корпоративный чат, это тот чат, который используется для работы, чтобы мы не были разбросаны по разным-разным иконкам внутри мобильного телефона. Есть живая лента, мы ее так называем, это очень легко сравнить с социальной сетью, когда там есть посты, которые можно обсуждать, комментировать, и они персонализированы для тебя. Туда попадает только то, где ты упомянут в адресатах, либо к рабочей группе, к которой ты относишься. Это все есть у тебя. Там есть диск, где хранятся данные, синхронизируются между локальным компьютером и сервером, мы к этому очень привыкли. Документы можно редактировать онлайн, совместно редактировать онлайн, это достаточно простое действие. Мы используем календари, все это в едином инструменте. Вот про рабочие группы я начал говорить, они объединяются либо по департаментам, либо по проектам, и вот там как раз может быть база знаний, в которую складывается вся информация по конкретному проекту. Пришел новый человек, посмотрел, почитал, сразу же понял, к чему там можно иметь доступ, к чему нельзя иметь доступ, какие логины, пароли, если вдруг вы храните это в корпоративном формате. Ну или для новых сотрудников мы точно так же делаем базу знаний, вот смотрите по разным направлениям, подразделениям. Вообще это опыт, который хранит компания у себя. Очень ценная штука, рекомендую присмотреться к этому. Наверное, не буду останавливаться про учет рабочего времени, много инструментов внутри Bittrex 24 есть, которые позволяют организовать работу внутри компании. Мы работаем с браузером, есть десктоп-приложение, которое работает как чат синхронизации файлов, есть мобильное приложение для iOS и Android, вы скачиваете его, это бесплатное приложение, которое точно так же дает вам доступ к данным внутри вашего корпоративного портала. Большой, один из самых востребованных блоков по задачам и проектам, когда вы можете вести задачи в разных форматах, от простой водопадной модели списков до agile методик. Недавно Scrum вышел, интересный инструмент тоже, посмотрите, если вы в гибких методологиях существуете, в Bittrex 24 можно их реализовать. Но смысл в том, что каждый сотрудник может друг другу, коллегам поставить задачи, и эти задачи учтены, с ними удобно работать, они в разных форматах просто делаются, разные роли в задачах есть, я могу быть и постановщиком, и исполнителем, и соисполнителем, могу достаточно удобно это фильтровать, мы выводим счетчики, такая игра в счетчики мы ее называем, какое количество задач требует от тебя внимания прямо сейчас. Ну, не только задачи, там в CRM свои счетчики, в задачах свои счетчики, в постах живой ленте свои счетчики, там много-много всего. Задачи бывают регулярные, мы их делаем по шаблонам, условно отчет каждый понедельник, корпоратив каждый год, очень разный, показываем эффективность, очень простой инструмент для того, чтобы посмотреть, как ты двигаешься без нарушения сроков, или все время заваливаешь дедлайн, есть такая привычка. Автоматизация есть в разных разделах, и в задачах в том числе, и в CRM, конечно же. Задачи есть и на мобильном, точно так же. Обещал сказать два слова про контакт-центр, это возможность соединить свой портал или CRM-систему с разными источниками, здесь может быть и классический, и там почта, и телефон, могут быть современные, разные мессенджеры, это задача, когда все коммуникации с вашими внешними клиентами, поставщиками, подрядчиками, оцифрованные, вы их точно знаете, они приходят к вам в одно окно, и с этим удобно работать. CRM-блок, тоже детально не останавливаюсь, по количеству внедрений, по известности делали мы исследования CRM-1, BITREX-24 на российском рынке. Вот пять блоков, которые внутри CRM есть. Контакт-центр, CRM, CRM-маркетинг, когда мы работаем с существующей клиентской базой уже, да, CRM-аналитика, разные отчеты и сквозная аналитика, которая позволяет понять, какая реклама эффективна в конечную продажу, не сколько стоит лид, а сколько стоит конечная продажа. Про сайты мы немножко посмотрели, кстати, вот очень похож движок, на который делается база знаний, на движок, на котором делаются сайты. Пожалуйста, из разных шаблонов вы можете сделать быстро сайт, лендинг, там, за несколько часов опубликовать его, если такая необходимость есть. Шаблоны готовы, достаточно просто все это делается без привлечения специалистов. Ну, еще раз, BITREX-24 – это пять больших инструментов, организация офиса, работы по задачам, такой исполнительной дисциплины, CRM-системы, контакт-центр для внешних коммуникаций, ну, и там, сайтов, магазинов, если они есть. Это я огромный блок знаний, буквально там за три минутки пробежал, чтобы просто посмотреть, какое направление есть у BITREX-24. Мы с вами в сегодняшнем вебинаре говорили про базы знаний. Зачем они существуют, как их использовать, смотрели на кейсы применения. Еще раз повторюсь, что внутри базы знаний разные сценарии возможны. Для того, чтобы посмотреть на конкретный сценарий и проверить, работает ли у меня такой, или что делать потом с этой аудиторией, которую я в базу знаний привел, и они там все прочитали, поговорите, пожалуйста, с партнерами. Да, у нас сегодня все спикеры быстрые. Мы в полтора часа постарались уложить, во-первых, трех спикеров, во-вторых, большое количество контента. И поэтому сейчас, как раз завершая сегодняшний вебинар, очень надеюсь, что мы дали практические рекомендации, в какую сторону посмотреть. Как можно посмотреть на свою базу знаний или на информацию, которая есть у вас в компании. Поговорите, пожалуйста, с партнерами чуть-чуть позже. Они придут к вам с вопросом, было ли вам интересно и нужна ли вам помощь дополнительная. Все вопросы по базе знаний, вот в этом вебинаре у нас как раз партнеры, которые, ну, не то чтобы собаку съели на базе знаний, но очень много работали с разными совершенно кейсами. Вы видели и Артема, и компания AkiSolution, тоже у них отдельное приложение есть. Поговорите с коллегами, я надеюсь, что все прояснится. С наступающим, друзья! Совсем немного осталось времени до Нового года. Я надеюсь, что финал Нового года будет у вас успешным, хорошим, хлебным, урожайным. Ну, а Новый год и праздники новогодние будут классными, веселыми. Отдыхайте. Всем счастливо, с наступающим!